В 30 лет у вас не будет такой же энергии в теле, которая была в 16. Если вы просто инвестируете в свое тело с возрастом, даже сами не зная почему, вы станете такими. Вам следует инвестировать в другие вещи. Тогда вы увидите, что вы можете быть живыми и энергичными в любом возрасте. Вы когда-нибудь влюблялись в девушку по соседству? Нет? Хорошо. Предположим, вам 16 лет, и в соседнем доме живет очень красивая девушка. Нужно ли вам сосредотачиваться на ней? Нужна ли вам целеустремленность? Нет. У вас есть интерес. Поэтому вы целеустремлены, вы сосредоточены, вы чертовски взволнованы. Так что вам нужен некоторый интерес. Стоит вам заинтересоваться чем-то, тогда все в вас фокусируется на этом. Не так ли? Что бы это ни было. Но большинство людей не знает, как найти какой-то интерес в жизни, если только они не находятся под действием гормонов. Это эволюционный вопрос. Любое другое существо интересуется только тем, что связано либо с выживанием, либо с размножением. Вот и все. Оно не заинтересовано в чем-то еще. Птица, животное, обезьяна. Что их интересует? Что-то съесть или, может быть, спариться. Кроме этого, у них нет других интересов, потому что эти две вещи возникают под химическим воздействием. Гормоны — это химия. Это определенный уровень существования. Таково существование животных. Вы не можете их винить. Они такие, как и есть. Но для вас произошла определенная эволюция. Это не какое-то маленькое изменение. Хотя сегодня ученые и говорят, что между вами и шимпанзе разница в ДНК составляет всего 1,23%. Но 1,23% чего? Они говорят о том, что если от амебы до шимпанзе разница составляет 98,77%, то разница с вами — 1,23%. Это не мелочь. Я не знаю, как они вычисляют эти 1,23%, но когда вы смотрите на некоторых людей, это выглядит очень правдоподобно. А когда смотрите на других, вы не можете поверить, что люди когда-то были обезьянами. Да? Есть много споров по этому поводу, что этого не может быть. Есть примеры с разных сторон. Но в любом случае это маленькая, но в то же время огромная разница. Если вы позволите этим 1,23% действовать внутри вас, то увидите, что вы независимы от химии в области того, чего вы хотите или не хотите. В каждом духовном процессе в любой точке мира обычно есть что-то общее — отказ от пищи в какой-то мере. Мы не против еды. Просто мы не хотим быть химически управляемыми. Брамачария, воздержание от пищи, совершается не потому, что мы хотим от чего-то отказаться. Мы не хотим попасть в ту категорию, когда мы становимся животными, когда все, чего мы хотим, обусловлено химически. Мы хотим того, чего хотим, осознанно, без влияния нашей химии. Поэтому существуют определенные дни месяца без пищи. Существуют многие другие практики. В основе своей мы не хотим попасть в категорию животных. Она не означает что-то плохое. Это просто компульсивный цикличный процесс. Теперь же мы говорим о мукте, освобождении. Если вы находитесь в цикличном процессе, ходите по кругу, то ни о каком освобождении не может быть и речи, не так ли? Круг — это ловушка. Да или нет? Круг — это же ловушка. Если мы сделаем круг достаточно большим, многие люди не будут знать, что они ходят по кругу. Они будут продолжать ходить по кругу, думая, что куда-то идут. Когда вы ходите по кругу, это значит, что вы никуда не доберетесь. Мы знаем, что если наши стремления, наш фокус и наше направление жизни обусловлены химическим воздействием, либо голодом, либо гормонами, мы знаем, что мы никуда не придем. Мы выяснили это. Благодаря этому мы ищем способ, как создать интерес, фокус и вовлеченность в то, что не является химически разжигаемым желанием. Если вам необходимо взаимодействовать с людьми или с собой именно таким образом, вам нужно немного топлива внутри себя. Если у вас недостаточно энергии, то вы не сможете этого сделать, потому что фокус требует энергии. Если вы хотите сосредоточиться на чем-то, вам нужна не какая-то умственная концентрация. Вам нужна энергия. С возрастом энергия понемногу убывает. Если ваша идентичность так и остается физической, то в 30 лет у вас не будет такой же энергии в теле, которая была в 16. Вам нужно инвестировать в свой интеллект, в свой разум, в свою осознанность. Только тогда вы сможете оставаться энергичными. Если вы просто инвестируете в свое тело с возрастом, даже не понимая, почему вы станете такими. Нет, оно само. Все это случится с вами. Если вы не вкладываетесь в другие аспекты, а лишь вкладываетесь в тело, то с понижением физической энергии вы увидите, что потеряете свой облик и форму, и станете такими. Вам нужно инвестировать в другие вещи, которым не нужна физическая подпитка. Тогда вы увидите, что в любом возрасте можете оставаться живыми и энергичными, потому что ваша энергия не связана с телом. Если вы инвестируете во что-то другое, то останетесь энергичными независимо от вашего возраста. Поэтому вы должны развить некоторый интерес к йоге. Тогда вам не придется концентрироваться. Вы будете сосредоточены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова